Подъем, зарядка, а затем тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Для бойца ММА Амаля Агирова это давно привычный распорядок дня. Упорство и волю к победе в нем воспитывали с раннего детства. Уже тогда мальчик понимал, что акцентировать внимание на своей проблеме – признак слабости. Он такой же, как все. Мама мне говорит, что воспитательницы говорили, что быстрее всех одеваешься, быстрее всех переодеваешься. То есть успеваешь везде. И потом в школе уже на физре те упражнения, которые делали все, я получал быстрее. То есть я не чувствовал никогда каких-то трудностей или что мне было где-то, чего-то не хватало. То есть я всегда чувствовал себя уверенно и в спорте, и в принципе в жизни в целом. Спортивная карьера Амаля началась 8 лет с занятий тэквондо. Несмотря на врожденный недуг, он никогда не тренировался в щадящем режиме. Амаль признается, что скорее всего не согласился бы участвовать в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями. Не такой у него характер. Я, например, когда многие спрашивают касаемо спорта, многие думают, что я выступаю как паралимпийский, то есть с такими же людьми и так далее. И когда я говорю, что нет, я выступаю с обычными людьми, я бы, наверное, даже не смог бы, наверное, на паралимпийских участвовать. Этот спорт мне нравится тем, что ты не знаешь, кто будет твой соперник. Твой соперник не знает, кто ты, что ты умеешь. Такой подход к жизни, сила духа и упорство дали свои плоды. Мало того, что парень наотрез отказывается бороться в статусе инвалида, так еще и побеждает практически всех своих двуруких соперников. Сейчас на счету спортсмена более 30 схваток в смешанных единоборствах, а поражений по пальцам одной руки пересчитать. Последние схватки на всероссийском турнире по панкратиону Амаль вновь удивил всех. Я ожидал, что будет хороший соперник, и мне удалось выиграть досрочно его. Второй соперник, он даже, как бы, скажем так, не попытался подраться, он сразу прошел в ноги, и я его, получается, задушил. И в третьем финале, получается, я по баллам выиграл. 12-4, по-моему, если ошибаюсь. В большой спорт Амаль пришел недавно, но и здесь тренируется наравне со всеми. Боксирует, отрабатывает партер, прыгает на скакалке. Все это для него в порядке вещей. Более того, для товарищей он, несомненно, лидер и пример для подражания. Я горжусь победами брата. Во многом стараюсь брать с него пример. Много усердствую, чтобы быть похожим на него. Амаль признается, что толчком к успехам стала гордость родителей. Отец и мать всегда поддерживают сына, хоть и немного переживают за него. А еще его мотивирует результат, к которому молодой человек стремится. Поэтому Амаль делает все возможное и невозможное для достижения целей. Мотивирует. С самого начала, это, наверное, то, что родители верят в меня. То есть, особенно отец, потому что он хотел, чтобы я в спорте это добился. Мама также верит, но она просит, чтобы я как-то, наверное, оставил это дело, потому что чуть опасный вид спорта. И мотивация, наверное, то, что я поставил уже цели. И если я их не добьюсь, мне будет не очень хорошо, скажем так, на душе. Амаль уже зарекомендовал себя как человек, который семимильными шагами идет к исполнению своих целей. Кажется, что вся жизнь его крутится вокруг спорта. Но какой он за пределами зала. Друзья и наставники видят в нем мягкого и доброго парня, который всегда придет на помощь и не станет судить о человеке по внешним признакам. Главное – какой ты в душе. Амаль – это человек с большим сердцем, который не раз доказал на соревнованиях любого уровня, всегда выходит с честью, постоянно выходит победителем со всех своих боев, схваток, турниров. Поэтому гордимся таким бойцом, таким спортсменом и таким человеком с большой буквы. Амаль, несомненно, отличный пример для подражания. То, как парень смотрит на мир, не жалея себя, рвется к спортивным вершинам, дает надежду. На то, что каждый из нас однажды забудет о своих проблемах и начнет усиленно работать над своими мечтами. Алина Гидиева, Роман Нагаев, Архыз, 24.